Привет всем! Вчера и сегодня начали появляться много новостей о том, что кандидат в президенты России Павел Грудинин напал на журналиста. Вот видите, 20 часа назад, ваши новости 5 часов назад, лайв, конечно же, куда без них 20 часов назад. Но почему-то многие замалчивают о том, что этот инцидент произошел в мае 2016 года. Это вот видим live, заголовок, бла-бла-бла, разговоры и все. И молчком о том, что инцидент был в мае 2016 года. И большинство СМИ об этом, конечно же, умалчивают. Вот первоисточник видео. Как видим, опубликовано 23 мая 2016 года. Перейдем на канал. Кто его публиковал? Это единственное видео на канале. И, в принципе, больше никакой информации о канале нет. Скрыто. Подписочки непонятно. Ну, видно, что канал, грубо говоря, мертвый. Вот. Вот, опять же, публикации новости. То, что вот независимый журналист Эдвард Бахуа, надеюсь, фамилию произношу правильно, пострадавший в этом инциденте. Так, так, так. Опять же, источник ведет туда же, на это же, на то же видео на YouTube. Вот, опять же, смотрим дата публикации этого же инцидента, 21 мая. И меня заинтересовало, кто же такой независимый журналист Эдвард Бахуа. К сожалению, кроме как этого инцидента, о нем информации я абсолютно никакой не нашел. Что он за журналист их, какую организацию предоставляет, я тоже не смог найти. Просто независимый журналист. То есть, любой человек с камерой может считаться независимым журналистом. Видимо, так. Так, опять же, вот смотрим дата, 23.05.2016, этот же инцидент. И вот 30.05.2016 год. Что меня еще в этом видео насторожило? Если внимательно присмотреться, в момент, когда камера, так называемого журналиста, падает, а тут видео смонтировано, видено невооруженным глазом. Обратите внимание. Не прячьтесь. В один момент камера просто падает, и в момент, когда с груди не надо разговаривать, там обрезан кусок. Не видно, кто и как выбивает, и выбивает ли у него камеру, тоже не видно. Абсолютно. Давайте еще раз посмотрим. Частные журналистские расследования. Не прячьтесь. Это там. Видите? То есть, даже по звуку слышно, что там вырезан кусок. Дальше смотрим. Тут разговоры, я думаю, многие видели. Смысла его показывать нет. И тут, так называемый журналист, показывает... Наносил удары ручкой? Удары ручкой. Опять же, непонятно, кто наносил эти удары, и были ли вообще эти удары по нему. Именно ручкой, именно этот ли человек, и так далее. А, грубо говоря, доказательств никаких. Я тоже могу снять видео, где покажу рваную футболку и скажу, на меня в подворотне напал Навальный или сам Путин. В общем, вы поняли, что я хотел сказать. Всем спасибо. До свидания.